Наш номер в Риме выглядит вот так. Кстати, хочу сказать, что на видео и фото он будет выглядеть несколько лучше, потому что очень контрастный. А гостиница, которую я выбирала, она такая достаточно скромная, но был большой выбор номеров с такими интересными интерьерами. Конкретно этого интерьера я там не видела, но это ладно, хорошо. В общем, примерно они выполнены в таком стиле. Номер небольшой, достаточно широкая кровать, по две подушки. Тут у нас наборы полотенец, какие-то конфетки, а есть шкаф с сейфом. Там вот сейф на нижней полочке. Чайник и чашки нам пришлось попросить, хотя они были включены в номер. Также есть две вот таких тумбочки. В общем, это какая-то такая винтажная мебель. Вот такое кресло и здесь у нас окно с такими оригинальными портьерами. Люстра, которая, кстати, оказалась пыльной. Мне это не очень нравится, потому что она над кроватью. Конечно, уборку можно было бы и получше проводить. Также в номере есть у нас кондиционер и телевизор напротив кровати. Сейчас покажу еще ванную. Пойдемте в ванную. Она тоже небольшая. Умеренных размеров душевая кабина. Есть биде. Кстати, это большая редкость для таких гостиниц. Есть мощный фен большой. Я надеюсь, он работает. А, здесь даже есть еще один фен. Два фена, не знаю. Возможно, какой-то один из них не рабочий, но посмотрим. Зеркало – это единственное зеркало в этом номере. И вот здесь у нас есть всякие шампуни. Что тут еще? Мыло. Гели для душа. Вот, четыре геля для душа, четыре шампуня и два мыла нам дали. Мы сидим в небольшом кафе. Тут все выполнено в итальянском стиле. Такие скатерти в клеточку. Украшено новыми бутылками с вином. Ну, то есть это не украшение, это реально полная бутылка с вином. И мне сейчас принесли вот такую бускетту капрезе. И я жду еще пасту с лососем и сливочным кремом. Вот такая большая порция супа. Нам принесли основные блюда. Это макаронные изделия с лососем и сливочным кремом. Ну что, друзья, мы в Риме. Наконец-то заселились и поели. Теперь можно нормально погулять. Наверное, не пойдем сегодня смотреть никакие достопримечательности, ничего такого. Просто погуляем. Хорошо пройдем месяц. Вот так должен выглядеть авокадо в итальянском супермаркете. Вот такой вот размер 300 грамм весит. Вот цена. Немножко вечернего Рима. Только начало темнеть. Кстати, высокая влажность. Есть такая небольшая морозь время от времени. Но температура очень комфортная, очень приятная. Чайки кричат. Рубрика вас снимает скрытая камера. Вот так вот выглядит пекарня изнутри. Практически нелегальная съемка. А, кстати, очень хорошая пекарня. Может быть, заскочим. Это безхозяйственность тоже, потому что я возмущена. Мы приехали утром, эта вода здесь стекла. И скоро ее никто не починил, не закрыл. Просто вот так вот тратятся ресурсы. Гранда аутономия на бактерии. Рекарикабель. В солнце. Тре. Оре. Вот так вот. Вот так вот. Я пытаюсь смотреть кино на немецком. Понимаю, наверное, процентов 20. Очень мало. Мне нужно пока помедленнее. Или хотя бы с субтитрами. Еще у меня тут такой субтитр. Ой, на ночь играть. Нет. Мы решили просто посмотреть телевизор. Кстати, итальянские группы такие смешные. И вообще итальянские передачи прикольные. Только посмотрите. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. вот так женщины собираются кстати очень прикольный сериал это уже такой ретро ретро комедия американская надо будет ее посмотреть обязательно и и